Ну, в целом, фотографией я, получается, коммерческой фотографией занимаюсь с 12-го года. Первый раз фотоаппарат тут я брал, я когда был 6-го класса, в лагере «Арты». Там был фото-кружок, и у нас был черно-белый фотоаппарат «Зенит». Мы там делали фотографии, и потом хранили, появляли все это в красной комнате, получается. Ну, потом, я думал, на приватке интересно снимать. Ну, все так быстро развивалось, что там уже с права фотография пошла, у всех уже мыльницы были и так далее, да? И я потом в 12-м году уже решил себе эту первую камеру купить и начну фотографировать тогда. Вот. Вообще, я хотел с вопросом начать по идее. Может, кто-нибудь знает, как слово «фотография» переводится с греческого? Ну, вдруг есть-таки. Может, тут всякая идея фотографии, там, дома, у меня поглядя, всякие фотографии, уйти, еду там, может, и так далее. Лицо, например. А? Слово взять? Да. Это, по честному слову, получается, фотос, цвет, и граф, это рисует, ну, цвет, рисование света, получается, да? Почему так называется? Потому что светочувствительный элемент камеры, да, матрица, ну, раньше не было бы было, тогда вот цвет проникает на определенное время, и он фиксирует кадр, получается, да? Отражает. Вот. Все объекты отражают свет на самом деле. Вот. Темные объекты, они отражают меньше цвета, а светлый, соответственно, больше света, да? И я здесь хочу вас просто познакомить с основными принципами и пониманием, да, того, как фотография создаётся. Самое главное здесь вот эти вот, в принципе, света, тени и так далее, да? Здесь я хотел бы ей небольшой интерактив сделать основные типа жанры фотографии, чтобы вы меня сами называли. Ну, здесь уже свои формы страты, поэтому вот я и сказал, что самое главное, да, на телефон, когда фотографируешь, в принципе, да, вот это вот прям портреты, пейзажи, предметы, вот, съёмка и репортаж, да? Репортаж, это, например, человек ведёт лайфхайр-клоп, да? Ну, путешествие, еду, там, вот, ладно, вот, это вот типа репортаж называется. Портрет, ну, он фотографирует себя, людей, там, и так далее, да, тоже вот. А пейзаж, он, города, природа фотографирует, ну, и путешествия, это тоже вот, как бы, да? В принципе, ну, все эти, например, эксперименты, вот это вот, еда и так далее, да? Крупные какие-то объекты, там, санклопреты, цветы, например, вот. Можно следующий слайд будет. И, ну, плавно переходит к тому, что основа, ну, для понимания, да, это является экспозиция. Вот перед вами, получается, фотоаппарат Кэнон, и здесь отдельно вот видео, получается, экспозиторе, сфоровой камеры. Он отвечает, получается, за, ну, автоматик, автоматик уже показывает сама, да, скромет света, там, получается, вы видите. Хорошо, эксплуатированный кадр, это тот кадр, который, ну, в балансе, получается. Там нет провалов в свете и в тени. Ну, далее сейчас будут примеры, там, я покажу, как это выглядит, можно сказать, числа будут. Вот, и самое главное, то есть, то, как наша камера, камера в телефоне, либо в фотоаппарате работает, она, получается, работает на, вот, диафрагму, выдержка и цветочувствительный элемент. Раньше за этот элемент отвечали, ну, прямо как-то, сейчас это матрица сфорового аппарата, в ваших телефонах тоже есть матрица. Туда вот попадает цвет, ну, происходит с ними, получается, да. И далее, вот, ну, здесь вот, снизу вот небольшой вот комментарий, это если вы будете на фотографии фотографировать, вы какой-то один из этих элементов меняете, и вам надо будет сразу вот, или выдержку у меня, или диафрагму. Вот, можно с ним часать, будет. Ну, я теперь переходим, вот, к примеру, да, вот на телефоне. Слева эта экспозиция была сделана, получается, по модели. Здесь мы видим, как его, точнее, по небу. Тут, например, немножко плохо, да, но он немножко огромный, на самом деле, да, называется, не дается, а герой. И справа, с самого края, тут экспозиция была по модели, по лицу девушки, да, и вы видите, что сзади небо уже, ну, небо и очень задний фон плохо видно. Это переэкспарирование, значит, многие детали потерялись у нас. Ну, их не видно. В принципе, иногда можно предупречь, если главное, нам показать лицо человека и его сына, да, но есть рекламная фотография, да, по центру, когда у нас и лицо видно, и задний фон. В принципе, чтобы делать эти снятия на телефоне, вы можете иногда включить в своей карьере режим HGR. Режим HGR отличается, ну, теоретический диапазон. Вы можете включить в свой телефон, не важно, андроид, это или айос, там есть 3-4 фотографии. Это, в принципе, получается, ваш фотоаппарат, ну, камера, делает 3 фотографии и объединяет 2 труб. Где она делает кадры, один темный, один нормальный и один светлый кадры. Все соединяется в один и получается у вас, ну, добьетесь, видно все. В принципе, и теней мало, и небо там видно. Можно там свет читать уже будет, и там получается, ну, не очень совет, да. Вообще, в принципе, чтобы фотография была хорошая, вы должны, самое главное, следить за светом, тень, свет, да, понимание, ну, откуда там свет. Например, ну, в высшей улице фотографирует солнце с ней вот сверху, вот два мета, вот. А если это дневное время, например, то там будут жесткие тени и так далее, да, когда очень темный тень и очень яркие там блики. Ну, это смотрится не очень, поэтому надо чуть-чуть встать в сторону солнца, например, да, либо ввести какой-то источник тени, дерева, или посмотрим какой-нибудь, да. Легко-фотографы таскают с собой черный какой-то, ну, можно картонку, ну, большой ребенок, и есть помощник, который держит, прикрывает от солнца. Ну, и по импозиции, и по обработке, это уже все после. Самое главное, сделать качественный снимок, это со светом, с теми комплектации, да. Да, следующий слайд можно. Вот, по поводу света, да. У нас, когда вы будете фотографировать, я сейчас там приведу с портрельным фото, вы, наверняка, на работе будете такие фотографии, ну, делаете, да. Например, здесь, в этом помещении тоже, на даме есть лампы, и свет от них иногда падает не очень хорошо. Можно, в следующий слайд? Я вот, когда сделал селфи, тут красивая коллега сфотографировать, но она немножко скользнулась, оказалась, поэтому я сделал свои фотографии. Вот, на правом стенке я стою ровно под лампой. Надо мной есть лампа, тут тогда, и я ровно под такой же лампой просто встал, вот так вот, и сфотографировался. А на другом снимке я отошел вот этой лампой, буквально на 2-3 шага, и, смотрите, свет совсем по-другому играет. Здесь свет падает, можно свет и шатай, просто гудем, да. Вот, вы видите, ноф, и лоб, туда вот свет падает, ну, выглядит это не очень красиво. Глаза, я солькнул, а потом у нас в тени не портал, свет и шатай. Я немножко скандартно проиграл, чтобы было сразу видно. Вот эти вот участки, в принципе, если свет такой вот жесткий, и еще вот так вот падает, то это выглядит все некрасиво и так далее, да. Поэтому, если вы видите, ну, на своем набирательном смотрите, получается, нос и глаза, да. А желательно, чтобы они были, как сказать, на свету, хорошо освещены. Если вы замечаете, да, идите сразу, попросите модель отойти немножко так, от источника света, повернуться немножко по-другому, да, и как сразу заиграть по-другому. Здесь никакой нет обработки. Я просто отошел на 2-3 шага от источника света глаза. Немножко голову поднял в сторону лампы. Ну, соответственно, мои морщины, нам их не видно, да. Глаза видно, ну, и глаз не такой перезвещенный. Поэтому внимательно смотрите, когда это фотографируете, особенно портреты, либо, ну, людей, например. Это не высокая смеха какая-то, да. Вы прямо позируете человека. Когда вы внимательно смотрите, чтобы показывать очень целый. Более-менее красиво, интересно. Можно следующий кадр. Теперь поговорим немножко по композиции, да. Ну, все, наверное, слышали про правила треки. Это когда вы свой кадр, примерно, делите на две параллельные и горизонтальные линии. В любой карьере, в принципе, можно внутренне включить. И советую вам тоже ваш телефон, зайти на стойке, если еще вы это сделали, и включить вот сетку. В принципе, это и по всех телефонах есть. И самое главное, да, ну, когда вы фотографируете, и сетки вам будут проще уже объекты проставить. Сейчас перейдем к вам примерам, получается. Вот у нас кадры есть Петербургского международного генерического форума. Это Евгений, Фавелик Загу, Переваков, Комангон. В общем, здесь молоденький, как фотограф вас фотографировал. Если вы делаете портреты, желательно, чтобы глаза были вот на линии. Ну, то есть, не обязательно, чтобы прям по пересечению получалось, да? Можно поставить центр тоже, да? Но главное, чтобы вот глаза, примерно, были на этой линии. Это, ну, когда человек будет смотреть фотографию, это, ну, дискомфортно не будет узнать, но если на него смотреть, можно сколько часа. Здесь уже у нас общий фронт идет, получается, да? Вот они сюда, за словом, что-то обсуждают, ну, либо у них первых, вот. Много человек, кто-то, кто-то, кто-то ведет, да? И основная цена по центру, там, где у вас объект съемки, это Евгений, вот. Ну, и сзади, получается, что же, Кетербургский международный фонд на самом верху, да? Вот, можно сами смотреть, вот, примерно вот так вот. Вы, если на улице это делать, фотографирование, вы можете верхнюю часть, если небо неинтересно, либо оно, не важно в этом, как я, побольше взять, ну, как бы, земли, горизонт, чтобы линии у верху стей. А если небо интересно, и вы хотите, допустим, какое-то строительство или что-то такое объект строительного сфотографированием, вы можете чуть-чуть опуститься, получается, да? И чтобы небо побольше было, оно заняло две опеки, вот эти вот. Можно следующий, а это будет. Вот, когда он на телефон снимает, здесь тоже, примерно, ну, людей, вы можете официально ставить, в принципе, да? Это, как бы, нарушает, как правило, клипей, но, по-моему, менее, это для социальной сети, это вообще нормально, да? А если вы на архитектуре фотографируете, будет интересно, если, вот, как, по примеру, второму, вы найдете какой-то объект, который будет служить в рамках, да? Ну, сам естественный объект какой-то, когда рамках будет более интересно смотреться. Ну, и, соответственно, последний снимок, здесь просто модель, получается, на пресечении линии предъявствует, и оно воздух чуть-чуть оставлено, что оно вправо туда смотрит, вот. Мы, по-моему, переходим по обработке, да? В принципе, на телефон, кто фотографирует, вы, наверное, знаете программу от Google, санксид, и есть еще от Adobe, программа Adobe и Google. Вот, и, в принципе, от Google можно пользоваться, но я бы рекомендовал, вот, для айфонов, да, и андроид, и телефонов, скачать свои предложения санксид, если у вас его нет, или вы его не производите. Он бесплатный, и открывает много, ну, новые возможности для обработки вашей фотографии. Здесь, по ВА-коду, если вы посмотрите, там, можно ознакомиться с тем, что, ну, в конце, там, у кого-то есть, как там пользоваться программой санксид. А здесь основные, вот, нужно следующее число, а, вот так пошло, ладно, назовно, да, туда. Здесь основные функции этого меню получаются, да? Это, это скриншот с моего телефона, у меня на английском, а так, буду на русском поставить, нормально. Самое главное, да, право вверху тянут и ничь, да, это коррекция. Пользуйтесь вот этим. Потом, баланс белого, ну, он реально будет использоваться, но иногда надо будет. Инструмент такой полезный получается. Вы, если у вас с ним он слишком холодный или жёлтый, ну, на глаз видно прям, вы смотрите фотографии, вам неприятно, там, кожа какая-то, там, вообще, вы можете его подкорректировать, или так. И потом, самое главное, цифровой зон никогда не используйте при съёмке с телефона. Лучше подойдите, ну, кто смотрел, может быть, заметил, я там, что-то походил, отходил с этим с камерой. Вот, когда на телефон будете снимать, у меня объявляйте какой-то, вы тоже лучше сами подойдите, поближе сделайте два-три кадра и отойдите. А потом, можете инструмент подкорректировать используйте. Полуиска, что я могу, да? Но не делайте это сразу, используйте в силовой зону. И есть ещё такой полезный инструмент, особенно, наверное, девушкам понравится, вот этот вот, точечный, называется по-русски, это healing brush. Вы можете фотографии принизить, и какие-то дефекты, кожа, например, какого-то там, прыщ, ну, или что-то такое, да, этим инструментом. И, соответственно, дальше это тоже по-русски с концом. Банклея называется, да? Вы там можете расстроить, получается, отслаживание кожи. Ну, допустим, повсюду, вот с алкликов. Вот. И есть такой инструмент, положение головой. Это уже, можете чуть-чуть, ологу вернуть, там можно даже улыбку сделать, если вы захотите. Там улыбку чуть-чуть, будут улыбаться, да? И размыть, то есть, вот здесь вы можете акцентрировать это сделать на вашей фотографии с помощью этого инструмента. А сейчас мы плавно берем к примеру. Здесь, получается, я хотел забронить основные принципы фотографирования, ну, мероприятия, например, да? Я подумал, это будет вам интересно, потому что у вас много разных мероприятий есть, и хочется иногда тогда как-то интересно это передать, да? И вы можете это сделать с помощью фотографии. и когда вы будете делать фотографии с вашим мероприятием, в голове всегда держите главное, да? Что у вас должен быть общий план, это может быть примерно вот такой, либо более дальний план. И, соответственно, средние планы, это вот, где можно переросмотреть, как далее, да? и крупные планы. В крупных планах у вас может быть детали ваших какие-то мероприятия, да? Ну, или о чем вот это вот было. И в крупных планах вот это вот тоже должно быть. и посмотрев на фотографии, в принципе, можно будет уже составить как бы понимание того, что там происходит, о чем он будет, и так далее, да? И краткое описание, вы можете в подводке написать, как это фотография, например. и основной просто на фоторепортаж. И, соответственно, вот здесь вот для вашего понимания то, что это крупный план, общий план и средний план. То есть, в основном, вы должны делать фотографии среднего плана, да? Если вы будете делать фотографии и стараться дополнить их интересными, разнообразными общими планами. Это дальние, типа, ну, такой, средний, общий план, и крупные планы, там, различные детали, есть награды какие-то есть, или гугли, например, да? Но стараться поближе подойти, снять, чтобы это было видно. Людям будет интересно. Вот. Можно следу читать. И вот чек-лист, когда вы будете фотографировать мероприятия, просто можете сфотографировать, чтобы понимать. Вы сюда подходите, то заранее сразу, если вы организатор, да, то вы должны уже знать при этом, во сколько, кто что будет говорить, выступать, чтобы всегда уже по часам там сидеть, что здесь это должен быть, ну, бывает, что вы снимаете большое мероприятие, которое с тремя-четырьмя площадками может быть, соответственно, вам надо это ограничено сделать, понимать уже, здесь, что будет происходить, и во сколько вы должны быть там, да, и вы когда будете фотографировать, делаете фотографии разные. Например, достали телефон, сделали фотку, объект съемки, допустим, глава района, например, с поэта, вы его вот взяли, сэто поставили, сфотографировали, потом, можете вот так вот взять, поставьте его в левый край, потом чуть-чуть свистите там и в правый край, да, сделайте разные снимки, потом уже тоже посмотрите и выберите, какой снимок смотрится лучше и интереснее, да, вот, ну и продумали композицию тоже, да, как бы сказано было, и подходите, то есть цифровой сумм не используйте, лучше вы проявите, если кто-то еще снимает, присядете, сделайте камеры свои, да, и потом проявите, вот, ну, кратко, такие советы.